Деньги не проблема Да, спасибо Обожаю богатую жизнь Зои Да, мамочка, бегу-бегу Доченька моя С днем рождения тебе Мамочка Ты моя куколка, красотка Посмотри, какой тортик я приготовила Вау, какой красивый Ой, только я забыла загадать желание Ой, какой пустяк Ну ты же знаешь, все твои желания будут исполнены Да Ну ладно Я для тебя в этом году приготовила особый подарок Какой? Встречай Та-дам! Айлин! Ты приехала! Я так рада Спасибо Как? Как ты здесь оказалась? Благодаря твоей маме Представляешь, она заказала для меня часто рейс прямиком из Сиднея Ну не на кенгуршу тебе бегать Так много подарков Конечно, в этом году я готовила только для тебя Да, но папа и Крис придут с нами отпраздновать? Нет, между нами все кончено И вообще-то мне давно пора обновить нам семейные фотографии Мама Ну как же Крис? У него ведь тоже сегодня день рождения Да Милая моя, Крис захотел жить со своим папой Это его выбор Пускай его папочка об этом и заботится А ты не думай об этом, лучше займись своими подарками Я сейчас позвоню в самый дорогой ресторан и закажу все самое дорогое Устроим праздничный обед Договорились, девчонки? Сой, не грусти, все будет хорошо, слышишь? Давай лучше пойдем и сделаем распаковку твоих подарков Идем С днем рождения, сынок! С днем рождения, сынок! Папа, спасибо, ты не забыл про мой день рождения! Я? Про день рождения своего сына? Никогда Даже торт купил? Да А где ты взял деньги на торт, папа? Да, это я просто картонные коробки сдал Вот и хватило на этот чудный тортик 51, мне же 15, папа 15, подержи секундочку, да, вот О, теперь 15 Круто, круто, класс! Да Вы что здесь уструбили? Эх, не прыгай на кровати, ты можешь ее сломать! Торт, это мой торт, почему ты взял мой торт? Почему там 15, должно быть 51, что происходит? Да я все верну, просто в сына день рождения сегодня, вот и поздравить хотелось! Вернешь, да? Ну, карпату уже полгода возвращаешь и торт вернешь! Да, дай мне все, ну... Адашь, значит, сегодня, либо вы мне платите за квартиру, либо я вас обоих выселю! День рождения! Кстати, у меня для тебя кое-что есть! Держи, подарки! Спасибо! Краска? А теперь бери этот подарок и придай стене нормальный вид! А от тебя я жду оплату за квартиру! Но у меня сейчас вообще нет денег! Может, это поможет? Ну, с днем рождения, сынок! Папа, мы теперь будем жить на улице, да? Скорее всего! Ну, тут же холодно, пап! Да уж, день рождения на улице я еще не праздновала! Еще и с таким тортиком! Ну что ж, другого выхода нет! Пойдем, сынок! Куда? Пойдем, пойдем! Сейчас все узнаешь! Ой, я так объелась, что не могу дышать! Конечно! Ты же съелась столько суши, что на планете осталась только вода! Кажется, это очередная партия подарков! Нил, открой, пожалуйста! Класс! Добрый день! Добрый, добрый! А я смотрю, тут ничего не поменялось! Вы пришли поздравить именинницу? А, и это тоже! А где хозяйка? Нил, зачем ты пустил в дом проходимца? Мам! Проходимцев? Передайте вашей хозяйке, что она вас явно с кем-то перепутала! Я ничего не перепутала! Между нами давно нет ничего! Уходи! Ну, мам! Между нами тоже! А что за запах? Уходите! Вам здесь не место! Нил, не пускай больше их! Папа! Братик! Зоя, привет! Я так рада! Мамочка, спасибо, что ты их пригласила! У тебя сегодня день рождения? И у меня тоже есть для тебя подарок! Ты, ноутбук! Да! Ну, у нас нет света дома! Да и дома у нас тоже нет! Ничего! Ты можешь приезжать к нам, и мы будем играть вместе! Правда? Или оставайтесь дома! Нет, нет! Ребята мимо проходили, а подарки мы никому не готовили! Они уже уходят! Пока! Постой! Разговоры нестерезные! Нас просто выгнали из квартиры за долги! Очень холодно уже, и Крис промерзлась! Не ночевать же нам на улице! Мамочка, пожалуйста! Пусть они останутся! У Криса ведь тоже сегодня день рождения! Ладно! Но только сегодня, в честь праздника! Но в первую очередь в душ! Спасибо, мамочка! Я знаю! Я так рада, что мы здесь все вместе в этот праздник! Согласна! А что папа с братом тебе подарили? Да что они могут мне подарить? Разве что макулатуру? Или канализационный люк? Ну на самом деле, я их и так очень люблю и рада, что они здесь! Ой, это так мило! Ой, как хорошо! Наконец-то горячая водичка! Надоела эта дождевая! О, пока вы оба тут, я хотела у вас спросить! Почему же родители расстались? Если честно, я и сама не знаю, но мама во всем обвиняет папу! Ну, так же, как и папа во всем обвиняет маму! Взрослые, что вы от них хотите? Крис, а ты что, правда живешь на улице вместе с папой? Да, там такая ситуация... В общем... Однажды я прогуливал колледж вместе с папой. Об этом узнал директор и вызвал маму к себе. Меня отчислили из колледжа. После этого папа с мамой окончательно расссорились. Нас выгнали из дома. И все это из-за меня. Нет, Крис, тут не твоей вины. Вот именно, ты здесь ни при чем. У меня родители тоже однажды чуть не развелись. Но, как оказалось, сущий пустяк. Так бывает? Конечно. Взрослые ведь вечно ссорятся по пустякам. Но в один момент я задала им вопрос. Мам, пап, а вы можете любить друг друга безусловно? Ну, просто любить, как меня любите. И что вы думаете? После этого они больше никогда не ссорятся. Спасибо. Ты очень помогла. Так, пора брать ситуацию в свои руки. В смысле? Пойдем, будем мирить родителей. Давай. Вот это жизнь. Ты опять застар. Ты о чем это? Ты опять грязную посуду повсюду оставляешь. Ты не забыв, что на этот раз ты не у себя дома. Да уберу я все. Не нуди. Как всегда, раскричалась. Это я как всегда раскричалась? А как тут не кричать, если ты ведешь себя как свинья? То посуду грязную оставляешь, мусор, носки по дому разбрасываешь. Знаешь что? Да я лучше буду жить на улице. Но без твоих наставлений. Вы посмотрите, какие мы бедные и несчастные. Обиженные и гордые. Зато за лавой у меня все нормально, в отличие от некоторых. Мне нужно было развестись с тобой давным-давно. И не тратить на тебя свои лучшие годы. Свои лучшие годы? Послушайте, свои лучшие годы. А я вообще жалею, что когда-то с тобой познакомился. Да сколько можно ссориться? Вы можете не ругаться хотя бы в наш с Крисом день рождения. Мы можем, но для этого ваш папа не должен вести себя как свинья. Ага, тогда ваша мама не должна себя вести как истеричка. Почему с вами взрослыми сложнее, чем с маленькими детьми? Вы постоянно цепляетесь за какую-то мелочь, готовые пойти на все, даже на развод. Только ради того, чтобы доказать свою правоту? Почему просто нельзя сесть и нормально поговорить друг с другом? Ну, выслушать и извиниться. Дальше жить нормальной жизнью, мама, папа. Я полностью согласна с Крисом. И я. Вы же видите, как нам хорошо вместе. Мы не хотим больше расставаться. Вот у меня была подобная ситуация с моими родителями. Они сначала поссорились, поговорили спокойно, потом помирились. И теперь мы самая счастливая семья на свете. Пап, мам. Мам. Мирись, мирись, мирись. Муж же дети правы. Мы так сильно зациклились на своих принципах, что забыли о том, что можно идти друг к другу на уступки. И то правда. Прости меня, что я был такой дурак. И вы меня простите, мои хорошие. Мама. Ну вот, что и требовалось доказать. Спасибо вам, мама и папа. Этот день рождения самый лучший. А ваше привиление – это лучший подарок для нас. Э, Зои, а я? И ты иди к нам. Айлин, спасибо, что ты приехала и помогла нам во всем разобраться. Ты помирила наших родителей. Да не за что, Зои. Я всегда рада приезжать вам в гости. А давайте сделаем это нашей традицией. Ты будешь приезжать к нам на день рождения каждый год. Честно, не знаю. Просто это очень дорого. Об этом можешь не беспокоиться. Мы все устроим. Да. А еще с мамой мы приготовили для вас подарок. И купили билеты на день рождения Айлин. Класс! Спасибо! Ладно. Мне уже пора на самолет. Еще раз спасибо вам за приглашение. До встречи. Тебе спасибо. Всего вам доброго. Пока, Айлин. Идите к нам. Семья – самое важное в нашей жизни. Есть два испытания счастливой семьи. Это богатство и бедность. И когда люди начнут ценить дома детский смех, счастливую улыбку и любовь больше, чем деньги, тогда и жизнь ответит им тем же. «Семья – да, на ночь по – не Nos. Тебе. Анатолия – нетu». Чемья – да, на ночь по – не НЕ. Чемья – да.